Философия и наука. 99 мыслей. Пётр Звонов. В нашу эпоху далеко не только образование стремится к нулю и превращается в профанацию. К сожалению, такая же ситуация происходит и в области науки. По сравнению с чем? С чем мы сравниваем наше современное образование? С образованием может быть крестьян 20 века, которого не было? Или, может быть, сравниваем с образованием Советского Союза, которое было тоже на самом деле не очень. Даже по сравнению с настоящим образованием. Может быть, это сравниваем. Непонятно. ...научного познания в самом функционировании науки. Проявляется это в частности в том, что любые паранаучные и уже научные области начинают претендовать на статус науки. И им в этом никто не отказывает. Особых барьеров на пути никто не ставит, несмотря на всевозможные комиссии, а то и при содействии последних. Поэтому для обывателя, скажем, отличить настоящую серьезную научную психологию от какой-либо парапсихологии оказывается невозможным. И там, где человеку нужно идти за помощью к врачу или к психологу, он идет неизвестно к кому. Такая же история и с философией. Все, что ни попадя, любую графоманию, любое квазифилософское знание относят по ведомству философии. Стоит зайти в любой книжный магазин, неизбежно обнаруживается, что под вывеской философия находится просто все, что угодно. Философия не... Есть такое. Ну, на самом деле здесь есть такое. Надеюсь, он не про постмодернизм, как минимум, потому что постмодернизм топ. Но в магазинах книжных под вывеской философии там находятся книжки вообще каких-то безумных, не знаю, современных, молодых совершенно, глупых, ничего не знающих людей. И это странно. Ну, то есть здесь за золотом... Не потерять философия науки, философия пространства и времени, философия физики, биофилософия, нейрофилософия, философия желания, философия действия, философия фитнеса, философия рыбалки, философия фотографий, философия... Вот здесь смешно пошло. То есть, на самом деле, первые такие пункты, они еще, знаете, куда там не шло. Философия пространства, знаете... Знаете, плюс-минус можно себе представить философию пространства. О чем она? Чему она вообще посвящена? Философия пространства Философия науки тоже понятно, чему она посвящена А вот философия фитнеса Философия рыбалки Это угарно, да, есть такое Философия моды Философия патриотизма Философия здоровья Да, смешно Философия Смешно Философия преподавания философии Философия брака Философия секса Эротическая философия Философия языка Философия антиязыка А философия языка, чё не так? Слышишь, сейчас Рассел тебе, в общем-то, с прогиба, на прогиб кинет просто за такую херню. Витгенштейн кочергу уже достал. Философия общественного транспорта. Даже в высших учебных заведениях все чаще и чаще под видом научной философии время студентов тратят на философию, произносите название которой нужно обязательно с придыханием. На первых же занятиях, по которым вам расскажут, что, дескать, во-первых, вы все уже философы. А философия это... Не, ну просто у Поппера, например, реально была позиция, согласно которой все люди философы. Так не странно. Ну, есть, 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 в общем-то, авторы, которые думают, что все люди философы. Просто индивидуальное мировоззрение, а потому в ней все зависит от определения. Это да, бывают такие дурачки. Философия это набор субъективных мнений. Ну, подождите. Ладно. Ну, на счет того, что философия это набор субъективных мнений, я здесь согласен. Я просто изучаю мнения, и под эти мнения попадают научные мнения, философские мнения. Наука это тоже набор субъективных мнений. Ничто не есть объективное в данном случае, но неважно. И философия в том числе. В довесах, конечно же, вам зачитают различных философских цитаток из разнообразного словопомолу, из распиаренных сегодня Ницше, Хайдеггером, Ясперсом. А в чем проблема с Ницше, Хайдеггером, Ясперсом? Ясперса и прочих Витгенштейнов с... Что? ...и Раббентами. А в чем проблема? Не забыв, конечно, о нашем всем русско-религиозной философии Бердяево. Куда ж без нее, прости, Господи. Неудивительно, что у любого обывателя возникает стойко уверенность, что философия есть злоупотребление терминами специально для этого придуманными. А слово философствовать обретает иронический и пренебрежительный оттенок. В него стали вкладывать иной для философии смысл, который даже зафиксирован в словаре Ожегова. Философствовать, дескать, мудренно и беспочвенно рассуждать, умствовать. Отличительной чертой подобного философствования является его бессмысленность для человечества и человеческого познания. Впрочем, существует и противоположный взгляд, согласно которому философия, дескать, царица-цариц, наука-наук. Кстати, Вячеслав смешную шутку реально пошутил. Если все люди философы по попперу, а зигота-человек, следовательно, всякая зигота-философ. Вот это действительно, да, логика. Что прямо аж деваться некуда. В таком разрезе о философии сегодня... Не, реально, то ли дело Маркса, вот это да, вот это да. Я серьезно, я пока не понимаю, что там претензии были к таким, не знаю, нормальным мыслителям конца 19-го и 20-го века в целом. Говорят, очень редко. Насколько редко, что и мы не будем. Может быть здесь акцент ставится на том, что, ну вот, задалбывают людей цитатами, довольно-таки спорными, и которые кажутся недоказанными, потому что их никто не доказывает на занятиях. Может быть поэтому. Итак, необходимо разобраться с тем, что же такое философия на самом деле, и чем она отличается от пустого философского трепа. В чем ее насущная необходимость для общества и ценность для других областей научного знания. И начнем мы с одного понятного и простого положения. Любая наука только в том случае оправдывает свой научный статус, если она удовлетворяется одному важнейшему критерию. Философия не наука. Направленность к истине. Лолкек. Не вся философия направлена к истине. Философия может быть направлена к пониманию, там, не знаю, к сомнению, или наоборот, от истины. Например, философия Ницше, это философия направленная в сторону от истины, и она направлена прежде всего, ну, к созданию определенного, по сути, человека. То есть не к истине, а к человеку, к сверхчеловеку, получается. У которого есть определенные качества. Причем качества во многом, ну, условно, можно сказать, моральные. Эх. Ну, то есть, ну, окей, неважно. Ну, просто направленных к истине даже с наукой сейчас уже такое не всегда прокатывает. Когда мы говорим про ученых и начинаем задвигать концепцию, мол, ну, ученые, они же ради истины все делают. А? 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 Нет, многие начинают говорить, нет, никакой абсолютной истины, нет, там, что-то, ну, немножко по-другому все. То есть направленность к истине в последние, не знаю, может быть, даже десятилетия она как бы размывается, даже в науке. Тем более философия, она уже давно размылась. Не всякая философия направлена на поиски истины. Моя, кстати, философия в том числе не направлена на поиски истины. И это важнейший, основной для научного знания принцип, определяющий облик научного знания. Для любой науки истина это та цель, которая определяется деятельностью ученого. Ну, на самом деле, я со Звоновым согласен, что более-менее классическая концепция науки, раз, и большей части философских учений Европы, два, ну, как бы, вот они как бы все направлены на истину. Вот классическая наука, да, и философия по большей части тоже, да, верно. Любого профи, неважно, каков предмет его изучения. Ну, просто после самой большой, последней научной революции, как-то стало, ну, понятно, что... Некоторым стало понятно, что науку можно воспринимать как только лишь инструменты, да и то не совсем познание. Некоторые просто как инструмент практики. Не знаю, инструмент по созданию каких-то общих концептов, которые, знаете, не то чтобы истину познают, и, может быть, даже вообще не познают истину, а просто описывают что-то. И вот эти теоретические положения в науке, они могут вообще ничего не значить по сравнению с истиной, но вот единственный бонус, который они дают, это то, что они работают, например. Получается, что, ну, наука, вектор отчасти могла поменять, по крайней мере, в глазах некоторых исследователей науки и философии науки, поэтому тут сложно. Будь то физик, историк, психолог или математик, истинное знание, то есть такое знание, которое соответствует действительности, необходимо не только самому ученому. Лично ему-то как раз оно может и не нужно, оно необходимо человечеству в целом. Стоит понимать, что, основываясь на ложных представлениях о мире, на заблуждениях и иллюзиях, человек вполне может не признать в валяющейся на земле палке ядовитую змею. Без истинных знаний можно попросту заблудиться в лесу и сдохнуть всем племенем от всякой несъедобной. Это не имеет никакого отношения к истине, это грибы. Ну, то есть, от того, что мы съедим там мухомор и сдохнем, мы не сделаем ничего истинного или ложного в философском смысле. Даже в научном смысле истинного и ложного мы ничего не сделаем. Мы можем составить там, не знаю, истинное с точки зрения логики, там, какое-нибудь высказывание, мол, мухомор ядовит. Если мы съедим мухомор, то умрем, потому что всякий человек, съевший там ядовитый гриб, умрет, потому что люди, когда едят ядовитые грибы, там, умирают, например. Такое мы можем высказывание составить. Это будет логическая истина. Но Звонов, наверное, здесь говорит про истину в более широком смысле. Именно в научном смысле, в философском смысле. Такая вот истина, как в соответствии некой реальности. Мухоморы к реальности относятся, ну, косвенно. Это поверхностная часть, так скажем, реальности. От того, что мы съедим мухомор, ну, мы истину от этого не то чтобы... Или не съедим мухомор, мы истину от этого не откроем. Люди на протяжении всей истории человечества, ну, не знаю, наверное, могли отличать ядовитые грибы от неядовитых. Ну, аппетитный на вид пищи. Кроме того, научное познание осуществляется учеными в опоре на уже объективно существующее научное наследие, которое ученые продолжают развивать в своих дальнейших исследованиях. Открывая законы, по которым работает мир... В смысле объективно существующие знания. Где знания существуют? Где? Книги, может быть. А если не будет кадыровщика, типа человека, кто будет понимать эти книги и кому будут принадлежать знания? Непонятно. По-моему, вообще все знания субъективны. То есть, смотрите, вот книжка без меня, без человека, который что-то читает. Без человека, который читает эту книжку. Знания, которые в ней находятся, это просто... Это ничто. Это просто кирпич. Это просто бумажный кирпич без меня. Без меня, без вас. Пока вот вы не можете прочитать то, что написано в этом бумажном кирпиче, Вот пока нет существа, который читает этот бумажный кирпич. Никакого знания объективно нет. Поэтому всякое знание вот здесь находится. У вас тоже, у каждого из вас. У звонного тоже. Получается, всякое знание, оно не объективно. Оно не в объекте скрывается, не в этом объекте. А субъективно. И всякое научное знание, оно тоже пропускается через... Собственно, вас непосредственно. И ученых, и каждого отдельного из ученых. То есть мы можем трактовать знания как нечто субъективное. Ученые открывают их не только для себя одного, но и одновременно для всего человечества. Понятие в чем дело Джон Дойя? Мухоморы к реальности, может быть, вообще не относятся. О том, ядовит ли мухомор или нет, это не вопрос реальности, это вопрос практики. Если вы играете в компьютерную игру, например, в Марио, и на вас бежит грибок мухомора какой-нибудь, он вас убьет, если вы не прыгнете на него сверху. Вы знаете, что надо прыгнуть на него сверху, и вы совершаете этот прыжок. Окей. Это практика называется. Если в мире игры. А если вы попытаетесь узнать, как устроен этот мир, какой код задает, там, не знаю, все, что вот здесь происходит, еще больше, кто кодирует на самом деле эту игру? Кто создал Супер Марио? Кто это сделал? Это уже более такой научный или философский вопрос. Вот это уже про эту истину речь идет. То есть есть разные так истины, вообще очень разные. Они прямо, они настолько разные, что у них даже, не знаю, сферы определений не совпадают. Настолько разные, настолько разные. Так что, находясь в этом поиске... Блин, гоблины и диалектику. К славу богу, я не смотрел это видео. Все видео с Поповым, это же как бы... Тяжко. А где аниме? Аниме мы будем смотреть после стрима на ГГ. Истины. Служа истине. Ученые тем самым, ни много ни мало, служат всему человечеству, осуществляя необходимую общественную деятельность. Поиск истины. Какой ученый молодец. Ему же за это не платят, заработную плату, которая обычно превышает средний доход человека в стране. Даже в России. Даже в России ученые, даже философы, даже философы получают выше среднего по стране. Как это? Ну, конечно, благородные, потрясающие, замечательные... Ученые, да? Молодцы, служат человечеству. А кто не служит? Может, пожарные не служат человечеству? Может, там, уборщики не служат человечеству? Кто не служит человечеству в таком случае? Ну, ладно. Если бы просто на это делаем такой акцент, знаете, как будто бы они без каких-либо преференций служат человечеству. Окей, они молодцы. Как будто бы они бесплатно не получают доступ к библиотекам. Почитать книжки тоже бесплатно. К этим книжкам лично у вас доступа, скорее всего, не будет, если вы не ученый просто. Потому что эти книжки хранятся в специальных библиотеках. Вам надо будет запариться, чтобы сделать себе читательский билет для научной библиотеки РАН или что-нибудь вроде такого. Ну, то есть, как-то вот так. У ученых много различных преференций. Доступ в лаборатории, например. Очень весело. Дисциплина ученого заключается в том, что он посвящает себя поискам истины. Эта дисциплина порождает желание идти на любые жертвы, будь то жертвы материальные, материальные, материальные... Ооооо! Случайные цитаты случайных ученых. Ууу! Новая рубрика! Это ж так круто! Как будто, вы знаете, ученые не говорили всякой херни разнообразной, которая может еще друг другу противоречить. Так вот, дисциплина ученого заключается в том, что он посвящает себя поискам истины. Какой год? Это 1964, окей. Оральные... Оральные? Нет, ребят, у меня как раз есть доступ пока всем библиотекам. Или даже... Ну, не ко всем, но к тем нужным. Где золотые книжки по философии лежат, есть. Хантера заказал Максим Пестряков. Но мы посмотрим его после, друзья. Хотя и не беспрецедентном случае жертва собственной безопасности. Сергей пишет, ученый может стать пожарным, а пожарный ученым вряд ли. Знаете, Сергей, скорее наоборот. Ну, посмотрите. Чтобы стать ученым, не обязательно быть очень умным, не обязательно быть там, не знаю, какой-нибудь суперголовой. Важно просто быть заучкой. Таким плюс-минус. И уметь слушаться. Уметь правильно выстраивать там предложения по научной, в общем-то, системе. И проводить эксперименты. И то за вами постоянно будут следить. Ничего, в общем-то, здесь сложного нет. А для того, чтобы стать пожарным, вам нужны определенные физические данные, которые вам просто могут быть, ну, неврождены изначально. Вы можете быть просто, не знаю, слишком толстым, там, плохо подготовленным, там, физически. И все, вы уже не пожарный. То есть, с наукой, ну, вам просто нужно быть неумственно отсталым, как минимум. И, в принципе, вы уже попадете в науку. Впрочем, сегодня в массовом сознании тиражируется иной взгляд. То, что в философии называют субъективистский. Дэдбокс пишет. Погодь, а разве эти книги нельзя получить в интернете? Дэдбокс. Не все книги можно получить в интернете, поверьте. Если вы специализируетесь на какой-то узкой теме, вы удивитесь, какое большое количество книг вы не получите просто так в интернете. В интернете вы можете получить, не знаю, очень популярные книжки, типа «Жизни учений великих философов». Но это просто, это культовая книга. Это настолько культовая, что вот их дохера, их очень много таких книг, они везде есть. А когда вы, например, хотите получить книжку Мартин Хайдегер Проид Контра, это уже более специальный такой труд, написанный именно академическими учеными, вот для него вам придется постараться. А чтобы его добыть, нужно знать, где они обитают. Тут мы сталкиваемся с глубочайшей проблемой. С проблемой, которая, между прочим, сбивает с толку очень многих ученых. Они очень часто думают, что наука познает... Спасибо за 25 рублей, сегодня вижу день, 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 просто бросков денег в меня. Спасибо, Анри, 25 рублей, это мило, прикольно. Истину. Истину, то есть некие, ну, настоящее знание, да? Между прочим, если вы посмотрите, где там слово «истина» чаще употребляется, вот помните, «истина, истина, говорю вам», да? Или там, заголовок буддистской книжки, как все устроено на самом деле. Вот, вот. Ну, Звонов просто, я думаю, здесь не особо понимает проблему, произошедшую после той большой и самой прикольной научной революции, когда, в общем-то, ньютоновская система оказалась неверной. То есть до этого ученые думали, что вот она, вот она, истина-то, мы вот ей владеем, у нас есть система Ньютона, которая описывает все движения всех небесных тел в космосе, как круто-то. А потом оказалось, что имеются факты, которые выходят за пределы теории Ньютона. Господи, Илья заказал это, серьезно? Если в читай-городе есть, ну, круто. Ну, все равно это просто так недостаток. Не то, что вы приходите в буквоет и сразу вам даются, и в интернете ее тоже пока что нет, но не важно. Так вот, напоминаю, что после того, как произошла научная революция, там произошли определенные изменения в науке, а сами ученые по типу Анри Пуанкаре начали писать книги о том, что на самом деле то, что в науке происходит, это не истина, это конвенция, например. После, кстати, работы по конвенционализму, который написал великий математик Анри Пуанкаре, последний такой, типа, самый мощный математик, ну, как его называют, один из тех математиков, который владел вроде бы как всеми областями математики. Сейчас уже таких нет, слишком много специальностей разных. Так вот, после того, как вот этот человек Анри Пуанкаре написал статью про... не статью, а книгу по конвенционализму, там один из прочитавших ее химиков повесился просто от того, что, ну все, мы истину не можем найти, все происходит в конвенции, представляете? Ученые, на самом деле, такие же болтоны, как и философы, и все такие, ё-твою мать, ты какого хера, что происходит, как бы? И один чувак даже повесился от этого. Ну, то есть, это реально была большая трагедия, ну, переход от 19-го, там, в 20-й век в науке, благодаря этой научной революции, ну, он выдался довольно трудным, честно вам скажем. После этого ученые не то чтобы до сих пор могут оправиться. Как только вы начинаете патендовать, что наука познает истину окончательную, так... Ну, так это было до 19-го, ну, в 19-м веке, до 19-го. Сразу же вы начинаете сбиваться в так называемое науковерие, а это на самом деле форма лженауки, по большому счету, или псевдонауки. Что ж, раз основной аргументацией здесь является на самом деле и по большому счету, позволь себе привести высказывание на эту тему у нескольких науковеров и уже ученых... Ой, ну, блин, проблема Звонова сейчас заключается в том, что он берет удобные для себя цитаты, которые ему будут... Я даже не знаю, какие цитаты он приведет, но уже заранее можно быть уверенным, что он просто берет удобные для него цитаты для подкрепления своей точки зрения в данном случае. Ученых догматиков, о которых, видимо, речь... Все ученые догматики, неважно, ну, неважно... Выдающийся русский химик... Окей, да, в 1907 году он умер, ну, круто. Прям очень важно на моем мнении. Дмитрий Иванович Менделеев писал, «Искание истин – это только и есть наука». А будет кто-нибудь в 20-м веке, в 20-м веке, кто-нибудь, интересно. С ним соглашается крупнейший немецкий математик и логик Готлоб Фрега. Ну, вот Илья пишет, что, да, книжки порой заканчиваются. Ну, я и говорю, книжки порой заканчиваются. О, да, Готлоб Фреги тоже, ну, круто. Супер, супер цитата. Цель, к которой устремлена наука – это истина. Отыскание истины должно быть целью нашей деятельности. Это единственная цель, которая ее достойна. Напоминаю, что Андрей Пуанкаре как раз был тем автором, который сформулировал концепцию конвенционализма, согласно которой, мы о нем недавно упоминали об Андре Пуанкаре, согласно которой все научные теории, все научные представления являются результатом конвенции между учеными, а не чисто истиной. Поэтому, ну, цель, может быть, и есть – отыскание чистой истины, там все дела, истины в истине и прочий там залуп какой-нибудь, но Пуанкаре – основатель конвенционализма, чтобы вы просто понимали. Да, истину искали в 19 веке, но так и не нашли. Сминог бесконечный. Если вселенная конечная, то в ней априори есть истина. Но не факт, что мы можем ее сформулировать, познать, воспринять и так далее, и так далее, и так далее. Да, кстати, Джон Дой, вы правильно пишете. Из цитат видно, что наука типа стремится к истине, но там не сказано, что она ее достигает. Именно. Тоже важно понимать, что вот это вот высказывание – отыскание истины, там бла-бла-бла-бла-бла – оно не противоречит конвенционализму Анри Пуанкаре. Вообще не противоречит. То есть, с одной стороны, ну да, мы с помощью договоров между учеными можем приходить к каким-то положениям. Это да, это да, так и есть, можем приходить. Но это не значит, что они истины. Но эти взаимодействия между учеными должны быть устремлены в сторону истины. Отыскание истины. Есть такое. Так, простите, чуть не нажал мимо. Ну, просто именно сам Жюль Анри Пуанкаре здесь лишний. Вот честно лишний, потому что его концепция в целом опровергает то, что пытается нам сейчас задвинуть Дзвонов. Вот его он зря процитировал. Вот его именно не надо было здесь цитировать, потому что, ну, знающие люди здесь понимают. Эм... Ну, это и есть эти научные догматики в целом. Прям вообще фанатизм. На самом деле, да. Однажды у одного известного... Только наука отыскивает истину, сущая. А все методы говно. Только наука. Только научные методы. Ну, как бы смешно. Наука вера... Проблема, кстати, еще заключается в том, что современные ученые вроде бы не совсем верят в то, что наука может достигнуть истины. Но вот это вот только наука, а все остальное говно как бы остается. Это плохо. Это тоже плохо. Это еще хуже на самом деле, потому что это непоследовательно. Если ученые 19 века еще могли верить в то, что они владеют истиной, и они ее уже достигли, по некоторым вопросам, особенно по самым важным, по вопросам устройства мира вокруг, ну вот они были... Они уже знали, как физика устроена, понимали законы природы, понимали, понимаете? Уже хорошо было-то как. А потом все это как бы сломалось. Эмиль спрашивает. Объективность в науке вообще достижима? Ну, смотря что понимаем под объективностью. Вообще разделение... Разделение на объект и субъект, которые присутствуют в науке, это искусственно... Возможно, вполне возможно, это искусственное деление, которое ввел Кортезий, и поэтому объективность вообще может быть недоступна. То есть все может быть настолько слито и непонятно, объектно-субъективно, что мы не можем различить объективное и субъективное. Тут по разной трактовке возможны. Наука просто базируется на наивных предположениях у философов нового времени, причем начало нового времени, строится он на них и продолжает в этой парадигме работать до сих пор отчасти. Вот с вами все остальное, что вы написали, Эмиль, я с этим тоже согласен. Много сложностей. ...просили насчет объективности и истинного знания. Тот ответил. Я не могу доказать, что научную истину следует считать истиной, справедливой и независимой от человечества. Но в этом я твердо убежден. А я твердо убежден, что ты не прав. Например, как тебе такое твердое убеждение? Ты же не будешь доказывать свое твердое убеждение. Не будешь. И я тоже не буду доказывать свое твердое убеждение. И они в равной мере, будучи абсолютно недоказанными, имеют место. Оба утверждения. ...теорема Пифагора в геометрии устанавливает нечто... ...мир познаваем, это научная догма, откуда она... Ну, Зак Дауман. Понимаете, в чем дело? Поскольку, ну, эта догма, она на самом деле не просто так в науке. Если мир не будет познаваем, то наука не нужна. Если мир вообще не познаваем, ни в каком смысле, даже в частном смысле. Мы не говорим сейчас об абсолютной истине. Если мир вообще не познаваем, ну, а что ученые тогда делают, они не вполне понимают. Здесь как бы по необходимости. Мир познаваем по необходимости. Это самая удобная установка, с которой мы должны как бы согласиться, чтобы начать заниматься наукой, ну, более-менее свободно, просто, понятно. Чтобы не задаваться какими-то философскими вопросами. Неоспай, кстати, я не знаю, ну, по-моему, не наука создает технологии. Ее создают инженеры, практики, там, не знаю, медики какие-нибудь. Люди, которые, в общем-то, технологией занимаются, но ничего толком не открывают. Ну, неважно. Приблизительно верный, независимо от существования человека. Так, 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 так. Теорема Пифагора в геометрии устанавливает нечто приблизительно верное, независимо от существования человека. Теорема Пифагора в голове человека существует, и только там. Идеальных треугольников в мире не бывает. Их нет. Это фантазия. Как она может быть независима от существования человека, если это фантазия в голове человека? У меня вопрос. Не знаю. Ну, ладно. Во всяком случае, если есть реальность, независимая от человека, то должна быть истинно отвечающей этой реальности. И отрицание первой влечет за собой отрицание последней. Этим муковером был Альберт Эйнштейн. И улыбнулся. Но то, что наука стремится к истине, еще не значит, что вся история науки это история скважных истин. Ну, а кто сказал, что ученые умные вообще? Кто вообще сказал, что они имеют право рассуждать об истине? То есть, это люди, которые специально не занимаются проблематикой истины как таковой. Каждый ученый, например, Альберт Эйнштейн, не занимался вопросами истины вообще. То есть, это не его тематическая разработка. А он занимался физикой. Он работал по определенным методам и делал определенные выводы в рамках определенной парадигмы. Все. Это не его предмет исследования. Его высказывания об истине нам настолько же интересны, насколько высказывания убермаргинала о китайской философии, например. Он ничего не понимает о китайской философии. Поэтому нам настолько же интересны его высказывания в ней. То же самое с Альбертом Эйнштейном. Он не проблематизирует истину. И ввиду этого, ну, его слушать по этой теме, то же самое, что слушать бабулю на какой-нибудь кухне. Пришел у бабули на кухне, спросил, а что ты думаешь про истину? И бабуля такая, будучи Альбертом Эйнштейном, вам отвечает, а вот что я думаю про истину. Ну, круто, замечательно. Да, Эйнштейн не только юмор читал, он и спинозу читал. Эйнштейн не самый глупый человек. Ну, просто это не его проблемное поле. И цитата его здесь нам, как в качестве авторитета, тем более в качестве авторитета, она не является, ну, не насколько вот существенной в данном случае. Тем более, опять же, опять же, опять же, Альберт Эйнштейн, начало 20 века, ну, серьезно, Петр Звонов, о современных ученых. Ну, то есть, чтобы хорошо провести исследование, надо было бы, не знаю, собрать все позиции ученых, ну, по большей части, а за, против, потому что против тоже есть, против истины. Не все ученые верят в то, что наука должна познавать истину. Если мы соберем такой большой обзор и посмотрим, кто за, кто против, согласно каким методологическим предположениям вот этого делается, вот что, как, почему, вот тогда было бы круто. А пока мы просто отобрали удобные для нас цитаты, а они, безусловно, есть, они, безусловно, есть. Есть те люди, которые верили в то, что науку может познать истину, да? Вовсе нет. Путь истины сложен и извилист, и история науки включает в себя массу заблуждений. Но важно то, что эти заблуждения возникают на пути поиска истины. Познание истины с неизбежностью включает в себя возникновение и... Клево, линейная модель познания истины, ну, это, конечно, круто тоже, да. У нас есть одна система, она может там не туда забрести... Ай, ладно, блин, ну, Звонов марксист, ну чё, 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 чё остаётся? Ладно, линейная, линейная модель, окей, вполне, пусть будет. Ну, я не сторонник линейной модели в познании истины, я не верю в то, что линейки какие-то существуют, а истина в плане истины, да, и мы должны равняться по этой линейке, не. ...реодоление заблуждений. Это понимали все великие учёные. О, да, все великие учёные. Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что науки всегда дают абсолютно достоверные истинные положения. Эти люди считают, что научные работники делают свои выводы на основе неоспоримых фактов и безупречных рассуждений. Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что науки всегда дают абсолютно достоверные истинные положения. Если убрать слово «всегда» и оставить «иногда», то мы столкнёмся с позицией какого-нибудь Докинза, Хокинга, которые верят в то, что науки в ряде своих положений, даже Бояршинов здесь может попасть, науки довольно часто, довольно часто дают достоверные истинные положения. То есть это учёные так уже считают. Без «всегда», если мы не будем делать акцент на «всегда», ну окажется, что вот, прикольно. Прикольно, ну ладно. И, следовательно, уверенно шагают вперёд, причём исключена возможность ошибки или возврата назад. А как же, да, ну... Однако состояние современной науки, так же, как и её история наук в прошлом, доказывает, что дело обстоит совсем не так. Только проблема заключается в том, что не все учёные так считают. Дело в том, что без заблуждения невозможна истина. Каждое заблуждение основывается на раздувании и абсолютизации тех или иных сторон действительности. Поэтому в нём всегда содержатся какие-то моменты истины. Поэтому, кстати, всякое... Слово «всегда» лишнее. Любое утверждение, которое так или иначе начинается со слова «всегда», вы будьте готовы, друзья, к тому, что они могут оказаться определённо ложными, потому что их очень просто оспорить. Ну да ладно. «Основательная критика заблуждения предполагает выявление не только его несоответствия действительности, но и тех моментов истины, которые были абсолютизированы. Иначе говоря, мало установить, в чём поборник заблуждения». «Заблуждение не может быть основано не на абсолютизации, а, например, на релятивизации. Всё относительно». Фраза «всё относительно» означает, что нет ничего абсолютного. Но она не означает, что что-то абсолютно, например. Ну, то есть, или нет, ну, например, не всё относительно. Например, вот что-то вот относительно. Смотрите, я показываю вам пальцем, вот это что-то относительно, например. Это правда или неправда? Непонятно, да? То есть, может ли относительное высказание, релятивное, быть как бы ложным? Может ли оно быть заблуждением? Если не может, а почему бы нам тогда не привести всю науку к релятивизму? Это ж такое простое решение, правильно? Если всё так просто, если нам нужно просто не абсолютизировать, давайте тогда релятивизировать. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Это же простой метод. Мы бы так быстро пришли к истине. «Всегда и никогда» — это из лексикона фанатиков? Да нет, просто утверждение «всегда и никогда», ну, их опровергать очень просто. Чтобы опровергнуть «всегда», нам нужно найти хоть одну ситуацию, в которой вот это вот всегда не работает. Ну, например, не знаю, страусы всегда закапывают голову в песок, когда им угрожает опасность. Понятно, это ложное осуждение, но мы его используем. Потом мы просто смотрим на одного страуса, который не закапывает свою голову в песок, а во время опасности. «Высказывание опровергнуто» — все, человек, который его высказал, был неправ. «С никогда» — то же самое. Нам нужно найти только один момент, когда это происходит. А есть неопределенные высказывания, типа «иногда», «возможно», «некоторые», ну, например, «некоторые страусы» закапывают голову в песок. Чтобы подтвердить это высказывание, нам нужно увидеть хотя бы пару страусов, там, тройку, четыре, там, пять, шесть, семь, который закапывает голову в песок. Уже тогда мы такие, ну чё, я был прав, как бы, да? Некоторые страусы закапывают голову в песок. Какой я молодец, как бы, да? Чувствуете? Ну вот, это как-то так немножко работает. Облуждение неправ. Чем, к сожалению, зачастую сегодня ограничено. Поэтому очень круто спорить, когда вы говорите, «Некоторые, некоторые что-то там делают». Если такие, «Нихуя себе, какой он умный-то!» Название стрима — это «Менеджер подобрал», сорян. Надо менеджеру будет объяснить, что мы не смотрим на стримах в Ютубе всякие аниме, не знаю, потому что нас забанят здесь. Разоблачители уже науки. Нужно обязательно выяснить, в чём он прав, что дают ему основания выдавать свои взгляды за истину. Вскрыв моменты истины, содержащиеся в том или... Он в них верит. Не во всех взглядах может содержаться что-то истинное. Не во всех взглядах есть что-то ложное, может быть. Непонятно, неизвестно. В едином ложном построении их нужно очистить от искажений и дать им место в истинной картине действительности. Пока это не будет сделано, заблуждение будет вновь и вновь возрождаться и иметь сторонников. Обычное заблуждение никогда не бывает заблуждением полным. Оно всегда представляет извращение какой-либо истины. Какая-нибудь... Бля, а можно каких-нибудь нормальных, не знаю, людей, типа, не знаю, философов? Почему мы цитируем историков? Он чё, в проблеме заблуждений чё-то исследовал? Я просто не понимаю. Это историк, ребят, это историк, эй. Какая-нибудь сторона дела, совершенно верная, сама по себе признаётся в настолько непропорциональном виде сравнительно с другими сторонами, что практически перестаёт быть верной. Обычное заблуждение никогда не бывает заблуждением полным. Окей. Серьёзно? В смысле, они обычные? Ну, окей. Слово обычное здесь спасает предложение. Обычное. Потому что, типа, всякое заблуждение, которое является полным, оно оказывается необычным. Окей. Оно всегда представляет извращение какой-либо истины. А мы вообще знаем, что имеется какая-либо истина? Мы знаем, что есть что-то истинное? Ну, вот, мне просто интересно. Если знаем, ну, зашибись. Круто. Какая-нибудь сторона дела, совершенно верная, сама по себе. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что в том или ином случае то или иное заблуждение является извращением какой-либо истины? Мы что, знаем какую-то истину, может быть, историческую? Может, мы знаем, как там всё было, не знаю, в греках, в античку? Ну, я просто, я не знаю, я там никогда не был. Никогда не был. Не знаю, что было в античности. Так, действительно, это искажение какой-то истины? А как я это проверю? Никак. Замечательно. Следующее высказывание. Какая-нибудь сторона сама совершенно верная. Откуда я тоже это проверю? Никак. Признаётся в настолько непропорциональном виде, сравнительно с другими сторонами, что практически перестаёт быть верной. Так, перестаёт она или нет, или нет? А может быть, есть какие-то стороны, которые вообще не являются верными? Эх. Итак, наука, если это наука, всегда устремлена к истине. К тому же она всегда система знаний, устремлённых к истине. Сразу обращаю внимание. Система — это комплекс иерархически выстроенных, взаимосвязанных элементов. А если истина не иерархична и не системна? Наука всегда системна. Но системное знание не всегда научно. Да, правильно. Системное знание не всегда научно, это верно. А наука всегда системна, да? Это речь о... Не знаю. О гуманитарной науке — это науки по Звонову. Если просто это не науки, у нас появляются небольшие проблемы со степенью системности, как минимум. Ну да ладно. Наука не может быть бессистемной. Но это не значит, что любое системное знание — знание научное. Правильно. Скажем, миф. Миф всегда системен. Он всегда выстроен из определённого количества соподчинённых мифологем. И какого это количество? Две, три, четыре, пять, шесть, десять, двадцать? Каково это определённое количество? Ладно. Интересно просто, но тоже. И всегда ли миф иерархичен? Тоже вопрос. Греческий миф иерархичный, допустим, есть такое. Мы можем представить себе миф, который не иерархичен? Да, я думаю, я могу себе представить миф, который не иерархичен. Но это не значит... Я уверен, если поискать в истории мифологии, мы найдём огромное количество не иерархичных мифов. Что миф есть наука. Точно так же идеология. Всегда системна. Но это вовсе не значит, что идеология есть наука. Наука всегда устремлена к истине. Идеология тоже может быть устремлена к истине. Идеология, система идей, существующая для защиты интересов определенных групп людей. Наука это система идей, существующая для защиты интересов ученых. Наука это идеология. Поздравляем Александра Шадова, Шадов только что доказал, что наука это идеология. Тем более вот с истиной, понимаете в чем проблема? Не все верят. Не все ученые верят в то, что наука познает истину. Не все исследователи науки верят, что ее функция познания истины. А вот то, что наука защищает интересы ученых, это практически факт. Если бы ученые не занимались наукой, если бы наука не считалась в обществе ценностью, то на ученых всем бы было насрать. Ученые жили бы в бедности, ученые бы никого не интересовали, ученые бы с голоду умирали, ученые шли бы в интернет. И потом просили бы жалостливо там, ну ребят, ну если вы не подадите там мне милостыню, ну я умру. Ну ладно, я умру без денег, там это будет грустно. Типа того. Ученые же так не делают? Размываем эту грань, и вот уже совершенно непонятно, почему в школах детям преподают науки, а не религиозную идеологию вели. Кстати, плохо, что детям в школе преподают только тупо одну науку, это тупо монополия. Это монополия одного взгляда на мир и на одного метода, вместо того, чтобы преподавать там религии, философские позиции, философские методы. Ну вот, по-моему, это наоборот плохо. И идеологию в школе все равно преподают обычно. И миф. К слову, люди старшего поколения наверняка припоминают лозги. Марксизм, ленинизм, научная идеология рабочего класса. Как это, научная идеология? Наука все-таки или идеология? Здесь имела место обычная софистика, подмена понятий. Идеология всегда система знаний. Благодаря этой системности она может выдавать себя за науку, мимикрировать под нее, но ею не являться. Кстати... В смысле система знаний? А знания никак не соотносятся с истиной? Я просто не понимаю, какое определение истины звонов сейчас использует. Ну то есть, там грибы были сначала, грибы. Грибы, хорошо. Грибы, это прикольно. А потом внезапно знания появились. А может быть, знания и идеология это тоже знания, устремленные к истине? Может быть, идеологи тоже верят, что они истину познают, как и наука, например? Тогда проблема с определением. Хотя об этом. Что же предлагают нам, как определение науки, представители комиссии по уже науке? Современные популизаторы. Ответ вот какой. На самом деле, с его определением трудно поспорить, ввиду того, что наука это реально то, чем занимаются ученые. То есть, знаете, есть определение, которое указывает просто тупо пальцем в небо. Это типа, что такое философия? Философия это то, чем занимаются философы. А что такое наука? А наука это то, чем занимаются ученые. Это как бы определение пальцем в небо. Прям ух, и мы попали. С таким широким определением трудно, трудно не попасть, как бы. Ну, вот в данном случае мы имеем дело с тем же самым. Он не то, чтобы совсем не прав. Как вам Звонов? Да нормально Звонов. Не отношусь к ему отрицательно. А ученые это те, кто 400 лет работают в парадигме, которая изменила цивилизацию. И признают друг друга экспертами в этой парадигме. Ну, вот, кстати, последнее определение норм. Ну, не то, чтобы норм, но оно повторило то же самое в более таком серьезном виде. Ответ вот какой. Это тоже не окончательная истина, но на сегодняшний день она примерно такая. Борьба с уже наукой это то, чем занимается комиссия по уже науке. А уже ученые это те, кого научное сообщество в лице комиссии признает таковыми. Ну, так и есть. Ну, то есть проблема Звоново здесь заключается в том, что он как будто открывает, блядь, двери в миру. Их ничего себе! Вау! Кто мог подумать, как бы? Ничего себе! Ну, да. Но Торисиля просто так и есть. Странно. В комментариях он еще поясняет, что, так сказать, такой подход это профилактика наука веры. Ага. То есть заниматься поисками истины это догматизм и скатывание в науку веру. Другое дело доверять... Ну, наука в любом случае догматизм, здесь как бы у нас вопросов не возникает. Любая религия догматизм, наука догматизм, любая философская позитивная школа догматизма, там, кроме скептицизма. Все, все это нормально. Потому что любое из направлений там философии, науки, религии, оно строится на убеждениях. А убеждение равно догма, равно догматизм, получается. Наличие убеждений делает человека догматиком. Другое дело, делать ли это его фанатиком, ну, уже не важно. Так что здесь проблем я вообще, в принципе, не вижу. Это научному сообществу, в их оценках, в том числе научности. А вот то, что научное сообщество что-то там решает, это не столько, знаете, попытка познать суть, а сколько механизм. То есть, Звонову описали сейчас механизм. Вот оно как на самом деле работает. Неважно, пытаются ли ученые постигнуть истину. Неважно, пытаются ли они там, не знаю, узнать бесконечный там простор этого мира. Заглянуть внутрь звезд. Совершенно неважно. Здесь показывается именно механическая часть работы любого ученого. То есть, его взаимодействие с коллегами. Взаимодействие с другими учеными. Написание статей. Наука переполнена социалочкой. То есть, это реально очень социально все. Люди вместе, в коллективах, работают на то или иной темы, печатаются в одних и тех же книгах, журналах. Пишут статьи, иногда читают их, не знаю, хвалят друг друга, помогают друг другу. Иногда мешают друг другу, выбрасывают кого-то из своего сообщества. Наука очень социальна. Это очень социальная группа людей. Не то чтобы ориентация на истину какую-то идет. Есть определенный механизм работы науки. И в данном случае усатый псевдоинштейн, которого тот журналист Александр его вроде бы зовут. Он хоть и не очень умный человек, но он продемонстрировал Звонову именно механизм без идеалистической подпорки. То, что вот наука стремится к истине, она ее достигнет когда-нибудь или никогда не достигнет, но постоянно будет сближаться. Это как бы лирика, это романтика. Это вот мы сидим такие, ух, мы когда-нибудь истину достигнем, а может быть и не достигнем, но будем приближаться к ней. Ух, как это хорошо. Но вот это лирика, а там механизм был. Механизмы мне больше нравятся, чем лирика, потому что лирику оспорить просто. Это прямо механизм сложный. Настоящий скепсис, куда деваться. А научное сообщество это, видимо, как партия. Ну просто механизм красиво, ну не просто красиво, механизм технически описывает, как что-то работает. В какой больше ученых, кто научный. Так и есть. Это тоже механизм. Как ни странно, это тоже механизм, так и есть. Где больше ученых, там тайна очень. Так и есть, из-за Петра. Это так и работает. Вот что случается, когда путают суть деятельности ученого и науки в целом с частными особенностями современной организации ученых и науков. А когда другая была организация радикальная, у меня вопрос. То есть, может быть, когда-нибудь было время, когда не сами ученые решали, что является объективной научной истиной. Может быть, было время, когда сама истина решала, что она истина. А? 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 Нет, всегда ученые решали, что истина. Что то или иное положение является истиной для науки. Что тот или иной факт является фактом. Именно ученые всегда решали. Чисто технически усатый мужик прав. Научного сообщества. Любой ученый, если он ученый, приступает к исследовательской деятельности, стремится узнать, что там на самом деле, а не... Не факт. Вообще не факт. Каждый ученый стремится узнать, что же там на самом деле. Может быть, он бабки стремится заработать. Может быть, он, не знаю, стремится авторитет заработать. Может, стремится доказать себе, что он самый умный. В статье Эйнштейна в одной, или в книге Эйнштейна, я уже не помню, как она даже называется, Эйнштейн как раз жаловался на то, что в науку идут люди тщеславные, гордые, которые хотят доказать свой уровень интеллекта, не то чтобы открыть истину, а вот именно похвастаться. И это как бы печально. Ну то есть, не то чтобы печально, уже Эйнштейн фиксирует, что в его время было много таких вот персонажей. Цитировать не могу сейчас, потому что стрим могу как-нибудь поискать. Что о моих исследованиях подумают коллеги, или каков там нынче научный консенсус? Ну если он не подумает, его назовут лжеученым, и он не станет членом научного сообщества. До свидания. Пока, ученый, как бы. До свидания. Ты не будешь считаться с мнением научного консенсуса? Пошел нахер, как бы. Ну то есть. А ты не будешь считаться с существующими теориями, типа теория эволюции, но считаешь, что она там неверная? До свидания, ученый. Пока. Ты лох, как бы. Зачем ты это делал? Непонятно. Или насколько мое знание полезно практически? Опубликуют ли его до сентября? Прикольно. Ладно, допустим, Звонов никогда не занимался наукой, ну блин, ну окей, ну то есть только это его оправдывает. То есть он вообще не имел никакого отношения к науке. Вот вообще не имел. Вот вообще никогда, видимо. Ни одной статьи не написал. Ни одной статьи в ВАГ даже не издал. Не то чтобы в скопус, не платил деньги за издание этих статей, не понимал, сколько от издания этих статей зависит вообще, ну вот, в жизни ученого, особенно в современной науке. Окей, 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 окей. Все ученые на самом деле это такие, знаете, идеалисты, такие романтики, которые сражаются за истину. Ох, истина, истина, уууу. Вот такие вот ученые-ся, да? Очень странное представление, на мой взгляд. А те, кто не делают, говорят, истина. Вот они не ученые уже. Вот они уже не ученые как-то. Не совсем ученые-то. Очень странное представление у Петра Звонова в данном случае, на мой взгляд, даже. ...или гипотеза. Какими бы ни были бы ответы на все эти вопросы, ученого интересует только то, как оно там на самом деле. Нет. Это главное, чем определяется наука. Нет. Будучи систематизированным знанием о какой-либо предметной области, будь то материя, общество, психика или даже животноводство, она имеет истину в качестве своей... Ну, животноводство... Наука, познающая животноводство, не есть. Наука. Сорян, но ладно. Не по всем определениям это можно назвать наукой. ...целью. Цель любой науки. Истина. Но есть лишь одна наука, которая делает истину не только целью, но и непосредственным предметом своего изучения. Эта наука есть философия. Истина не является единственной целью исследования философа. Есть философские направления, которые не направлены на поиски истины. Есть философские направления типа агностицизма, которые утверждают, что истину познать невозможно. Есть скептицизм, который сомневается в возможностях поиска, ну, нахождения истины. Есть германевтика, которая направлена не на опознание истины, а на понимание, например, текстов. Понимание и истина очень разные вещи. Для всех наук истина является целью, но для философии истина является не только целью, но и предметом изучения. Не единственным, далеко не единственным предметом. Другими словами, если... Вообще, философия не особо ограничивает себя предметами исследования. Предметом исследования философии может быть все, что угодно. Любая наука со стороны истины определена однократно, как со стороны своей цели. То философия определена со стороны истины двукратно. И как со стороны цели, и как со стороны предмета. Ну, допустим. Допустим, это как-то так. И некоторые направления философии действительно ставят в качестве предмета исследования, делают предметом исследования истину. В этом смысле философия всегда выступает как поиск истины? Тоже нет Тоже нет С кинниками вроде та же ситуация Им вроде было плевать, где истина, какая истина Им главное было жить правильно То есть есть такая разновидность философии Как философия жизни И А9 Кстати, философия может доказать философский метод А наука может доказать научный метод Это раз Во-вторых, у философии нет единого метода В философии огромное количество разных методов Например, научный метод был разработан В рамках философии И философы его пытались доказать И до сих пор единственные, кто более-менее Адекватно пытаются доказывать Научный метод, это философы Все еще, понимаете Ученые не могут доказывать научный метод Потому что он не есть в предметах исследования Никогда То есть, понимаете, ученый просто принимает Ту методологию, которая есть в его время Ну и все, как бы Дальше мы работаем по накатанной Думать не надо, все Все уже продумано за тебя Есть определенная метода Есть определенные правила Ну все, работай, мужик Готовь Делай дальше Что тебе сказано? В этом исчерпывается ее Знавательный статус Еще раз Не любой душеспасительный трюк Не всякая болтовня о мире Вообще на кухне Есть философия Существует философия Как профессиональная Серьезная философия Как поиск истины А саму Профессиональная Серьезная философия Опять же Не всегда направлена На поиск истины Это характерно Можно описать Через ряд Как современных Так и древних явлений К сожалению Ну то есть Не к сожалению Но вот так вот есть И существует Обывательское Снобистское чтиво Парафилософского содержания Точно так же Как например Снобистское чтиво При этом существует Существует психология Петра Яковлевича Гальперина А существует Всякие Облопсихологические бред Про соционические типы И Чем именно Из этого заниматься Быть серьезным исследователем Или же стать бабкой-знахаркой Или женщиной-бальзаком Каждый конкретный индивид Выбирает А в психологии Есть это Ну штука такая Демаркация называется Может быть Да Ну наверное есть А там фальсифицируют знания У меня вопрос А там верифицируют знания Может быть Или нет Я просто не знаю Как психология работает Эмпирическое В эмпирическое Наверное да Как минимум верифицируют Силу своих Жизненных условий Интенции Интеллектуальных способностей В зависимости от этого выбора Будет определяться то Что он будет понимать Под философию Философию как таковую Или всякий Околофилософский бред Че такое философия как таковая А че А где ее потрогать можно Где мне купить философию как таковую Где Где эта прекрасная штука Итак В философии есть Поиск истины О самой истине Но дело В том что В этом определении Изначально содержится противоречие Причем Диалектическое Противоречие Состоит вот в чем Для того чтобы Направлять поиск истины По пути истины Философия обязана знать Что есть истина До того как она Исследовала истину В качестве предмета Этого противоречия нет В том определении Мы можем его фиксировать Как некую возможность Ну вообще неплохо Да Чтобы мы знали истину Уже заранее Чтобы ее исследовать Это уже следующее положение Оно не следует из определения Иначе говоря Для того чтобы реализовать Направленность познания к истине Как к цели Нужно заранее знать Что такое истина До того как вы поняли Что она есть как предмет Опять же все скатывается Каким-то философским категориям Вот это диалектическое противоречие Определяет собой Всю сложность конструкции Издания философии И отсюда возникает Самая возможность Ну то есть Опять же с истиной Конструкция В общем-то Построение философии Еще сложнее Чем кажется Петру Звонову Потому что Все не зацикливается Только на одной истине Потому что все куда сложнее Вопросы об истине даже Из разных определений Философского знания Любой ученый Ну скажем микробиолог Изучающий Метахондрии клетки Когда он берется изучать Эти органоиды То он прекрасно понимает Что для этого нужно сделать Да у него Как раз же правильно Звонов здесь Немножко правильно Немножко правильно говорит Даже не немножко А множко Есть определенный алгоритм Действия ученого В той или иной науке Ученому думать головой Не надо вообще Ну главное помнить Помнить и действовать по правилам Если он умеет помнить И действовать по правилам Он молодец Все он Либо добьется успеха Либо не добьется Это уже как повезет Правильно ли он выбрал Отрасль исследования Если правильно Добьется успеха И будет Если при этом Если он выбрал Правильно Область исследования И будет Еще при этом Действовать правильно Правильно писать текст Правильно проводить эксперименты Тогда он добьется успеха Если совпадут Два этих фактора Если какой-то один из них не совпадет, ну, например, не повезло с выбором области исследования, исследовало какое-то говно, из-за исследования этого говна не получилось как бы получить каких-то нормальных результатов, ты потратил зря 5 лет, тебе сдохнуть после этого хочется, потому что ты абсолютно бесполезный кусок дерьма, который потратил кучу времени ни на что. Вот в таком случае грустно становится, очень грустно становится, но не важно, не важно. В любом случае здесь имеет место алгоритм. Здесь со звоном согласен. Уложить на предметное стекло, рассмотреть, использовать метод окрашивания и так далее. Ясно, каким методом нужно действовать. Эти органоиды клетки существуют и существовали объективно. А мы уверены, что они существуют и существовали объективно? Я просто не уверен, как бы. Независимо от этого исследования. Точно независимо. А он смотрит глазиком туда, а потом фиксирует у себя в голове их, как они там устроены, и потом название дает всем частям метахондрии или там всем частям клетки. Всем органеллам дает название, придумывает для них функции. Это не зависит от его, да? Никак? Окей. От его сознания и до того, как он взялся их изучать. А, ну то есть не зависит от его сознания. Окей, окей, окей. Если никто не будет ничего изучать, это будет как-то там называться? Метахондрии будут метахондриями? Вопрос. Или не будут? Будет там, не знаю, такой ярлычок на них стать. Метахондрия. Я делаю вот это, это и это. Будет такое или не будет? Или все-таки мы описываем, что происходит с этими метахондриями? Мне всегда интересно было. Они вполне себе существовали, то есть существовали объективно. Проблема, опять же, Звонова здесь заключается в том, что он что-то в философию не хочет сдаваться именно. Потому что если мы будем разбирать историю философии, то мы вполне можем допустить, что такого объекта, как клетки, например, ну или органелла отдельный, типа метахондрии, не существует. Вообще, в принципе, не существует. Мы можем усомниться, с одной стороны, в методе, например, в оптических приборах. Могут ли они так глубоко заглядывать? Чтобы мы могли и так правильно отвечать на те вопросы, на которые мы отвечаем. Это первый пункт. А второй пункт. Может быть, вообще все иллюзия, тогда ничего объективного не существует. Может быть, блин, вообще какой-нибудь, не знаю, субъективный идеализм или того лучше салепсизм в мире существует. То есть, есть только ты, мой друг. Есть только ты. Никаких метахондрий, никаких клеток. Ничего больше кроме тебя нет. Все остальное фантазии твои. Окей, тогда возникает вопрос. А что философ должен положить перед собой, чтобы построить науку об истине? Чтобы открыть истину о самой истине? Что, грубо говоря, нужно положить на предметное стекло? Кукан. Вопрос не такой уж и простой, учитывая то обстоятельство, что истина никогда не дана нам в готовом виде. А с чего мы взяли, что не дана нам в готовом виде? Есть какие-нибудь там интуитивисты, которые думают, что с помощью интуиции можно получить знания в готовом виде. А есть какие-нибудь платоники, которые, например, были, по крайней мере, платоники, которые в свое время думали о том, что истину можно припомнить в готовом виде. То есть она где-то там в мире идей, но мы можем с помощью определенной операции вспомнить, какая она. Здравствуйте. Привет, друзья, всем, кто там зашел. Очень рад, что много народа нового, у кого-то появилось. Можете назвать ваш любимый саундтрек из аниме. На самом деле я не знаю, какой мой любимый саундтрек из аниме. Я не часто обращаю внимание на саундтрек из аниме. Но мне нравится, наверное, очень сильно. Первая самая мелодия в первом сезоне Моба Псайхо-100. Или как он там называется, Моб Псайхо-100 вроде, да. Возвращались с работы, вы не встретите по дороге до дома такой предмет, как истина. Невозможно положить ее в карман, попробовать ее на ощупь. То же самое нельзя сделать, кстати, с гравитацией, с притяжением, там, не знаю. С теорией эволюции нельзя то же самое сделать в карман положить. Это не предметы. На вкус. Ее не намазать на хлеб и не положить... Ну, большую часть тех или иных положений теоретических, которые существуют в фундаментальных науках. Вот с ними тоже этого сделать нельзя. Это не то, чтобы объективные существующие вещи. ...на предметное стекло микроскопа. Она не добывается в карьерах шахтерами. Ее не скачаешь в интернете. Да, проблема как раз заключается в том, что наука обычно создает концепции куда более широкие, чем то, что мы можем наблюдать, там, увидеть, потрогать, засунуть себе, там, не знаю, в карман. То есть с карманом-то все тут вообще очень просто. Чаще всего наука такие вещи не то, чтобы... Ну, она их изучает, но не то, чтобы их, как бы, делает их целью своего изучения. Это средства, скорее. Скорее, даже факты отдельные. Не сорвешь с дерева. Словом, она вообще никогда не дана нам в готовом виде. И это первая серьезная проблема. Ну, гравитация нам тоже не дана в готовом виде. Что изучать-то будем? Чем должна быть философия для того, чтобы осуществить себя в качестве науки об истине? В поисках... Так, ребят, вы не заказывайте мне других видосов, поэтому я выдавливаю из вон его все, что могу. К этому самоопределению философия билась довольно долго. И уже здесь стоит указать на величайшую фигуру Гегеля, который... Напоминаю цитату Гегеля. Если факты не соответствуют моей теории, то тем хуже для фактов, как бы. Я, кстати, трактую деятельность Гегеля как антисоентическую в целом. В принципе, обессмертил бы свое имя лишь одним вот этим вот своим открытием, которое в рамках этого видеоролика мы только обозначим. В заучном споре с Кантом Гегель отчетливо показал, что истина не есть готовый результат, который можно было бы положить на предметное стекло, рассмотреть и таким образом, дескать, соорудить науку об истине. Истина... Истина движения. ...на не есть отчеканенная монета, которая может быть дана в готовом виде и в таком же виде спрятана в карман. Ну, окей, да. Истина никогда не представляет собой готового результата, незыбленную вечную абсолютную истину. Попробуйте, скажем, сдать научному руководителю дипломную работу, в которой не будет ничего, кроме конечных выводов. Если он ее примет, поздравляю, ваш руководитель своим умом еще не перешел рубеж конца 19 века. Ведь долгое время в философии и науке господствовало представление об истине как об абсолютной истине. Оно состояло вовсе не в убеждении философов и ученых в том, что существует полное абсолютное соответствие между мышлением и миром в целом, что люди обладают полным знанием. А, Гегель пошел. Просто как само собой разумеющееся считалось, что если данное знание является истинным, то оно является полностью истинным, только истинным и никаким другим. Соответственно, процесс познания понимался как добавление к одним уже добытым частичным абсолютным истинам новых, также частичных абсолютных истин. Получалось что-то очень похожее на возведение стены из кирпичей. Рядом с уже положенными кирпичами укладывались новые, а когда заканчивался один ряд кирпичей, на него укладывался новый ряд. И так без конца. Такое представление более или менее работало, пока научное знание было не столько теоретическим, сколько эмпирическим, фактологическим. С выходом на первый план за тем и бурным развитием теоретического знания. А можно по векам, пожалуйста, ответить, когда произошел переход от практического знания к теоретическому и обратно, видимо, да? Или как-то? Что было характерно для революции естествознания? Когда? Да. А чё? В смысле? Что? Что? Сложение резко изменилось. Постоянно создавались новые теории и образовались старые. Происходило, выражаясь метафорически... Стоп. Ну, теории на самом деле всегда дохера было. И в средние века было, и в античности дохера теории. И тем более в начале нового времени много теорий появилось. Уберку колу, спасибо. Ссылка удалена. Кто живет как бомж, а? Жду аналогичное видео после переезда. Хорошо. Опа. Маргинал как живет обсудим. А пока давайте работать. Блин. Приветствую лучших надежды. Не добавление к уже открытым кирпичикам знания, других новых его кирпичиков, а разрушение ранее воздвигнутых зданий и сооружения новых. То есть начала бросаться в глаза относительно истинность всех без исключения теорий. Становилось совершенно ясным, что на любом этапе развития знаний соответствие между ними и миром является не полным, а приблизительно, относительно, абсолютного соответствия между миром. Ну вот он сейчас рассказывает о том, что было до этого. Ну, опять же, то, о чем я раньше говорил. Мышлением, даже в старом, привычном, ограниченном смысле этого слова. Только трактует это диалектически. Слова никогда не было, нет и не будет. Это звонов, а не лебен. На ней есть собрание готовых догматических положений, которые остаются только зазубрить, рассушениями. Ну, диалектика догматична. Любое убеждение догматичное, так бы, как бы, даже если оно изменяемо. Открыто. Она заключается в самом процессе познания, в длительном историческом развитии науки, поднимающейся с низших ступеней познания на все более высокие. Но при этом в этом развитии, никогда не достигающей такой точки, от которой она, найдя так называемую абсолютную истину, уже не могла бы пойти дальше. И где ей бы не оставалось ничего больше, кроме как сложа руки, с изумлением созерцать эту добытую абсолютную истину. И так дело встает не только в философии, но и во всяком другом познании. А что будет после коммунизма тогда, у меня вопрос. Ну, если наша цель достигнуть коммунизма, будет ли... Эээ... Финал. Будет ли остановка? А как Гегель, например, мог быть последним философом, концом истории, если движение-то должно было продолжаться. То есть, абсолютный-то дух себя в итоге вроде бы познал полностью благодаря Гегелю. И значит, знание было получено и остановлено. Как неловко. Какая неловкая ситуация. Блин. Не, не заказывали. Максим, кстати, после стрима мы посмотрим одну серию Хантера и Хантера. С удовольствием. Потому что 200 рублей до нас дошли, но позже значительно. Равно как и в области практического действия. Кстати говоря, только тогда человек покидает установки обыденного сознания и приучается мыслить философски. Когда перестает видеть готов... Да, ребят, давайте скидывайтесь на Василу. Разъеб Василу от Василы. Давайте. На их кто-то начните, и остальные продлят, может быть. ...предметы и начинает с заготовыми предметами видеть еще и процессы. Что дано далеко не кажется. Гениальность Гитлера заключается в том числе и прежде всего... Гитлера? Не послышалось. Сейчас, что? Гениальность Гитлера, что? Куда? Давайте. ...процессы. Что дано далеко не кажется. Гениальность Гитлера заключается в том числе и... Почему он так Гилл... 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 ...произносит. Похоже на Гитлера. Что-то между Гитлером и Гегелем получилось. Блин. Прежде всего в том, что он зафиксировал эту процессуальную природу истины. Истина есть не только результат, но и весь процесс ее добывания. Результат взятый с его становления. Да, действительно это так, но в итоге-то он пришел к абсолютной истине. Становление это диалектическое понятие. Единство бытия и небытия. Ситуация, когда нечто есть... Гигер, гигер. ...уже, но его нет еще. Как если бы ваш батя 10 лет назад вышел бы за сигаретами и не вернулся. Он не в магазине уже, но не дома еще. К такому пониманию приходили некоторые глубоко мыслящие ученые еще в 19 веке. Нам может казаться, что принципы, составляющие существо предыдущих периодов знания, низвергаются и уничтожаются позднейшими открытиями. Но на деле эти принципы входят и включаются в последующие учения той долей истины, которая была в них. Таким образом, они продолжают быть существенной частью науки. Прежние истины не изгоняются, но поглощаются, не отрицаются, а расширяются. Отсюда важная мысль. Чем должна быть философия? Да, я смотрю с ускорением. Вопрос, а почему тогда наука... Ладно, я понял по мировоззрению Звонова, что в принципе, да, должно идти постоянное становление. Наука не должна отрицать свои принципы старые, бла-бла-бла. Но почему? То есть, опять же, непонятно по какой причине это тоже должно так именно работать. Почему наука не может заблуждаться полностью? Это к моим первым тем, вот, как раз тейкам, которые я высказал в самом начале. Непонятно, почему наука не может полностью заблуждаться по тому или иному вопросу. Она должна быть наукой истины как процесс. Че такое истина как процесс? То есть, мы, получается, никогда не можем получить полное знание о том, как что-то функционирует? По-моему, мы знаем некоторые законы. То есть, законы природы, типа эволюции. То есть, эволюция, эволюция, да, она как процесс, конечно, но когда мы познаем эволюцию как процесс, то есть, когда мы уже фиксируем некоторый процесс, это не является ли уже истиной? Мы не можем узнать, как работает данный процесс, вопрос у меня. То есть, Гегель же, по сути, он что сделал? Он попытался вскрыть процессуальную природу этого мира с помощью диалектики. Если у него это получилось, он познал определенную истину, и эта истина постоянно, и она зафиксирована в ряде утверждений, и она зафиксирована в ряде текстов Гегеля. То есть, это вполне так себе неподвижная истина, уже готовая, уже изобретенная им. То же самое с эволюцией. Эволюция как процесс, получается. Ну, она уже зафиксирована, правда. Правда, законы этого самого процесса зафиксированы учеными в монолитных текстах, там, например, какого-нибудь... Кто сейчас у нас современный? Маркова какого-нибудь, там, других представителей эволюционизма. Они уже зафиксированы там. То есть, они... И чё? И чё из этого? А, об истине как процессе. Ну, окей, окей. То есть, она должна исследовать тот процесс, в котором истинно обретается. Бывает. Что же это за процесс? Это процесс познания. Таким образом, для того, чтобы быть наукой об истине, философия обязана быть теорией познания. Философия не является, во-первых, наукой, никогда не являлась, никогда не будет являться. Два. Философия не зацикливается только на теории познания. Три. Марксизм не теория познания, кстати. И гигельянство тоже не вполне теория познания. Ну да ладно. В этом заключается первая познавательная роль философии. Быть теорией познания. Философия не равно теории познания. Теория познания одна из отраслей философии. То есть, гносиологией, учением о познании. Или, как сегодня модно говорить, эпистемологией. Итак, для того, чтобы осуществить себя в качестве науки об истине, философия в силу процессуальной природы истины обязана быть теорией познания, то есть гносиологией. Возникает вот какой вопрос. Если взять всю историю человеческого познания, то мы увидим, что в познании есть масса всего, и случайностей в том числе. Флеминг, например, открыл пенициллин просто потому, что в его лаборатории был постоянный срач. Что же в связи с этим именно должно в познании интересовать философию, для того, чтобы она смогла себя осуществить как наука об истине? На чем именно в познании нужно сосредоточиться? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какие же ступени включает в себя познание неизбежное? Ступень чувственного. Не все философские, в общем-то, школы согласны с данным положением. Не все думают, что мы можем познать что-то чувственное. Ну да ладно, продолжаем дальше. Та ступень, впоследствии которой мир входит в сознание человека. Обращаю ваше внимание, никаких других каналов связи человека с внешним миром, кроме восприятия, чувственности, не существует? Интуиция, воображение, может быть, отчасти трактоваться таким образом. Может быть, восприятие как раз чувства нас не к истине относит, не к реальному миру, а к иллюзорному. Может быть, это не связь с реальным миром, может быть, это связь с иллюзорным миром. Непонятно. Только через чувственность, через восприятие мир может попасть в человеческое сознание. А может быть, само человеческое сознание производит чувственность восприятия с помощью воображения? Есть и такие концепции, кстати. Просто различных философских концепций реально очень много. И с чувственностью, ну, простите, все не так уж и просто. Продолжаем. Следующая ступень познания, интеллектуальная ступень. А он Канта сейчас пересказывает? Окей. Мышление. Кстати, хотя мир человеком мыслится, все-таки попасть в сознание через одно только мышление мир не может. Путь для проникновения мира в сознание только один, через чувственное восприятие. Только один. Черный вход. Зак Дауман спрашивает, что такое интуиция? Разве это не глубокая память? Спасибо большое, Максим, кстати. Ссылка удалена первые полчаса. Для начала Пс Александра. Пару слов про новость о бодибеге Энди Картрайта. Хорошо. Пару слов о бодибеге Энди Картрайта. Я уже отвечал на одном из стримов. Вы тоже задали за 10 рублей данный вопрос. Я помню, я отвечал. Правда, он опять же с задержкой пришел. Спасибо вам, Максим, большое. Сейчас я отвечу за Кудауману. Что такое интуиция? Разные определения могут быть. То есть, может быть, это определенное чувство даже, которое позволяет вам чувствовать реальность. А остальные восприятия фуфло. То есть, по-разному можно воспринимать интуицию. А можно как глубокую память, например. Тут по-разному все работает. Ну, шахматисты, окей. Шахматисты, да, нас сильно интересует меня, шахматисты. Шадо versus Маргинал. Опа, Васил, 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 красавчик, давай. Сильно ли он меня обсирал? Будем думать, что с ним сделалось. Будем думать, что будем делать с его трупом в итоге, как бы. Относительно бодибеги Энди Картрайта, мне не интересны рэперы, во-первых. Да, чувака как бы расчленили. Его жена его расчленила. Еще говорят, что она подумала, мол, типа он... Ну, он умер из-за наркотиков, как я понял. Умер из-за наркотиков, да? Бедняга. И она решила его расчленить и избавиться от его тела, чтобы люди не подумали, что он наркоман. Отличная идея, на мой взгляд. Самая лучшая. Прекрасно. Не знаю, как это комментировать. Мне не особо интересно. Просто, ну, расчленили чувака и расчленили. Ну, как бы. Ну, ребят, это Санкт-Петербург. Вы понимаете, здесь такое случается. Это будни. Это будни Санкт-Петербурга. Я не понимаю, кто этому удивляется. Я уже такому не удивляюсь. У меня каждый день такие вещи. Ну, умер и умер как бы. Ну, а что в чем проблема-то? А, ну, она уже в подозреваемой, кстати. Да плевать на нее. Плевать. Это же Санкт-Петербург. Боже мой. У нас здесь такой способ захоронения людей, в общем. Мы берем их, убиваем, а потом расчленяем и выбрасываем в мойку, допустим. И все. Это у нас так работает. Это у нас особый способ захоронения людей. Единственный, уникальный по всей России. По-другому это не работает. Ну, то есть. Иначе с человеком попрощаться нельзя. Нужно в святую мойку его сбросить, разные части его тела. И расчленить его должен обязательно очень близкий человек. Чтобы это было вот как-то... Ну, правильно. Чтобы вот на том свете он потом вспоминал. А, как клево меня расчленяли, я помню. А лучше заживо расчленять даже. Это питерская традиция давняя. Вот мы чувствуем, человек вот-вот умрет, его надо заживо расчленить. Смотрите ему в глаза. Да, кстати, осуждаем расчленение. Это шутки все, друзья. Ни в коем случае мы не хотим никого расчленить. Никого не расчленяли. Особенно для Твича я так говорю. Мы не поддержим расчленение. Это глупые шутки. Включается качественное отличие этих двух ступеней познания. Первая ступень – чувственность. Включает в себя три формы. Ощущение, восприятие и представление. Ощущение – это фиксация какой-то одной лишней стороны одного свойства предмета. Бля, это похоже психология вообще. Средством функционирования того или иного анализатора. Иначе говоря, вы предмет только видите или только слышите. Скажем, яблоко высоко на дереве. Мы только видим, но не слышим. Это и есть ощущение. Восприятие – это согласованная работа ощущения. Скажем, если яблоко находится не на ветке, в удалении от вас, а вы держите его в руках, вы можете понять, какой она на ощупь, ловить запах, почувствовать вкус. Яблоко дано нам восприятие как согласованной работе ощущения. Это возникновение в сознании образа предмета по следам былых восприятий, то есть на основе памяти. В представлении возникает ситуация, когда предмет восприятия не дан, но посредством памяти вы можете оживить в сознании образ предмета. Иначе говоря, никакого яблока сейчас здесь нет, но по следам былого восприятия вы можете его представить. Это и есть представление. Интеллектуальная ступень мышления включает в себя... Представление очень, кстати, похоже как-то вот, да... Чё-то оно не похоже тупо на восприятие. У него есть проблемы. Смешно, лучик, смешно. А читали книгу Гедль Эшербах «Бесконечная гирлянда»? Нет, не читал, к сожалению. Продолжаем. Рассудочный... Ну, это чё-то по канту тут. Два вида мышления. Рассудочное мышление и разумное мышление. Мышление, как и чувственное познание, было открыто ещё и илиатами. Первым его исследовал Платон. Уже он выделил в нём два его вида, как, собственно, мышление, ноэсис, и рассудок, дианойя. Далее такие философы, как Северин Борец и Фома Аквинский, Николай Кузанский, Джордана Бруно, Иммануэл Кант, Фридрих Якобе, Фридрих Шеллинг. Все они различали в мышлении рассудок или рацио, и разум, или интеллект. И хотя они понимали их далеко не одинаково, чаще всего понимали их они как два уровня, низший и высший. Наиболее глубоко эта проблема была разработана в работах Георга Кикеля, Чётко различавшего рассудок или рассудочное мышление. Да, наиболее глубоко, а доказательства, что это было наиболее глубоко, есть? ...мышление и разум, или разумное мышление. В настоящее время чаще всего о рассудке говорят применительно к эмпирическому уровню познания, а о разуме применительно к теоретическому. Рассудочный уровень познания чаще всего имеет отношение к нашей способности рассуждать. То есть делать логические высказывания. Не знаю, что здесь за эмпирический уровень, не знаю, откуда это взято, но без разницы. Итак, если познание включает в себя две ступени, каждая ступень образуется определенными формами. Что именно должно интересовать во всем этом философию, если она хочет быть наукой об истине? Может... Но философия не хочет быть наукой об истине. Тем более, тут два как бы странных положения. Философия не всегда об истине, не всегда... Ну вообще никогда наука не знает. ...ли быть непосредственным предметом философии как науки об истине — чувственное восприятие. Нет. Дело в том, что человеческое восприятие не подчинено самому сознанию. Иначе говоря, вы не можете усилием своего сознания управлять своим чувствным восприятием. Вы не можете заставить себя лучше слышать, чем вам дано слышать. Я могу с помощью сознания заставить себя слышать того, чего нет. Вот, например, голоса какие-нибудь. Тем более, тем более, дело даже не в том, есть ли какие-то звуки. И, допустим, мир вокруг меня, он реальный. Я могу слышать звуковые галлюцинации. Это не от сознания, правда, будет зависеть от всякого бессознательного. Но, опять же, не от восприятия в чистом виде. Восприятие. Не знаю, насколько оно связано с нашим внутренним миром, но вполне так все связано. Так или иначе связано. Ну да ладно. Просто некоторые люди видят галлюцинации, видения, там, не знаю, сны мы видим. Причем мы видим во сне то, чего нет в реальности. Я не знаю, как это даже происходит. Очень трудно. Если у человека плохо со зрением, нужно обращаться не к философу, а к окулисту. А это значит, что сознательно управлять процессом чувственного восприятия невозможно. Ну, сознательно, может быть, и не совсем возможно. Ну, давайте, я не знаю, я сейчас подумаю о чем-нибудь. Я подумал, я придумал фразу у себя в голове, я как будто бы даже ее услышал. Я не знаю, иногда даже можно путать то, что мы думаем и слышим. Такое тоже бывает. Я не знаю, насколько можно. Можно или нельзя, как здесь это вот трактовать, я, честно говоря, я не знаю. Давайте все попробуем провести эксперимент у себя в голове. Там, не знаю, произнесем какую-нибудь фразу у себя в голове. Прям громко, громко, но молча. И мы вроде бы ее как будто бы слышим или не слышим. Непонятно, непонятно. Даже иногда отличить нельзя от того, что мы как бы реально слышим. Просто у меня реально бывают такие вещи, я о чем-то думаю, мне кажется, что я что-то слышу. Прям вот внезапно какие-то звуковые иллюзии. То есть невозможно построить учение о методе чувственного познания мира. А раз это невозможно, то философия к этому причастна мало. Хоть и имеет в виду, что существует чувственная ступень познания, которая есть единственный канал для проникновения мира в сознание. Есть философии, которые базируются исключительно на чувственном восприятии. И критикуют мышление, рассудочное и разумное. Все это вот в критике подвергают. То есть развитие философии это ни один единый процесс, ни одна растянутая линия от Платона к Гегелю. Отнюдь. Это огромное количество разнородных направлений, некоторые из которых мало связаны друг с другом вообще. Феноменология о чувственном восприятии. Да, но она немножко сложнее. Она пытается еще очищать. Да, в принципе, да, она пытается о чувственном восприятии рассказывать нам. Только без термина чувственного восприятия, во-первых. Без соотнесения чувственного восприятия с реальностью. И без вот всей этой херни. Наоборот, пытается очистить от всей этой херни. Еще и от представлений там от всяких. От всего, что мешает нам, в общем-то, воспринимать. Но изучение этой чувственной ступени непосредственным предметом философии как теории познания и как науки обыскненной не является. Иное дело другая, более высокая степень познания. Рациональное познание или мышление. Мышление в сущности своей есть не простое функционирование организма, в отличие от того же чувственного восприятия. А, как скажем мы, любая разновидность физического труда есть целенаправленная, вливая деятельность человека. Насколько адекватно лекции Попова преподносит философию Гегеля и Маркса? Честно скажу, я не то чтобы профессионал философии Гегеля и тем более Маркса, но лекции Попова вроде норм. Вроде честно норм. Я каких-то ошибок радикальных не замечал. Формулировки не самые простые. То есть, если он пытается это донести обывателям, простым людям, следовало бы гиперупрощением каким-то апеллировать. То есть, это непросто. Но и с другой стороны, понимаете, не то чтобы сильно ложно. Похожим, а правду. Ну, тут его, наверное, могут упрекать только какие-нибудь специалисты, другие марксисты, другие ленинисты, другие исследователи Гегеля. Ну, то есть, здесь я ему ничего не могу сказать. А эпистемология, наоборот, о мышлении трудно сказать. Ну, я не знаю, Максим, слушать Попова, на мой взгляд, сложнее, чем читать Гегеля. Мне просто читать проще, чем слушать. Может быть, я себя прочитал, Попова было бы легче. Усилием своего сознания, усилием воли, то есть, сознание, взятого в практическом аспекте. Воля — это вообще способность сознания оказывать обратное воздействие на материальную действительность, направлять ход своих мыслей, перебрасывать их с одного объекта на другое и тому подобное. Поэтому оно может быть как правильным, так и неправильным. То есть, может приводить к истине, а может, напротив, обречь на заблуждение. Когда человек занимается физическим трудом, ну, скажем, шитьем сапог, он может действовать как правильно, так и неправильно. Правильным образом действия является такой, который ведет к реализации поставленной цели. Неправильным, обрекающий на неудачу. Чтобы правильно действовать, нужно обладать опытом предшествующих поколений работников. Окей, в практике это действительно так работает, в теории только нет. В мире теорий все может быть устроено так, что любой мыслительный акт обрекает нас на неудачу в поставленной цели. То есть, мы никогда не должны забывать о такой возможности, что любое решение проблемы может обречь нас на неудачу. Всегда. Без каких-либо там, не знаю, возможностей для спасения. Понимаете, в чем дело? В этом большое отличие познания истины и практики. Практика, практика, все понятно. Мы живем в иллюзорном мире, там, не знаю, мы играем в Марио, Супер Марио, наша практическая цель спасти принцессу. Мы прыгаем, 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 запрыгиваем в трубы, там, не знаю, уворачиваемся от топориков Баузера. Там, не знаю, сшибаем его в лаву, он падает в лаву, умирает, мы спасаем принцессу, принцесса нас благодарит. Вот это вот практика. Вот как практику можно описать. И все рады. Практически все получилось, ну, замечательно. Другая проблема в том, что к истине это тоже никого отношения не имеет. То есть определенные приемы и правила деятельности. Эти правила не есть законы объективного мира. И, тем не менее, они объективны. В том смысле, что если индивид не будет с ними считаться, его деятельность обречена на неудачу. Чтобы успешно двигаться к истине, как и для того, чтобы успешно сшить сапог, желательно все же осуществлять правильно. Плохое соотнесение истины и практики, потому что это разные вещи, направленные на разные, крайне разные цели. Критерий верности практики очень простой. Критерий верности теории и истины неопределим и очень сложен. Способ действий. А раз так, возникает вопрос о правильном методе мышления. А каким способом направлять мысль, чтобы она достигала нужного результата, а именно истинного знания о предмете? В силу подчиненности мышления и осознания получается, что мышление становится главным предметом философии, как теория познания, как науки обычных. Но мышление нерассудочное. Ну, вообще, в теории проблема заключается именно в том, что, да, в Европе так сложилось, что мышление являлось одним из главных предметов исследования теории познания. Потому что его просто выделяли отдельно. Но это может быть не так. То есть, это вообще может быть не так. Теория познания может быть сконцентрирована вокруг чувственного восприятия. Почему бы и нет? Теория познания может быть сконцентрировано вокруг интуиции, вокруг воли, вокруг, не знаю, воображения, там, ничего угодно. То есть Кант, например, Кант, Кант в первом издании «Критики чистого разума» писал о том, что воображение является корнем двух столпов чувственности и мышления, то есть воображение является более фундаментальным, чем с одной стороны мышление, и чем с другой стороны чувственность. Потому что именно благодаря воображению, которое не зависит ни от мышления, ни от чувственности, появляются и они сами. Мы не можем чувствовать без воображения, не можем воспринимать мир, и не можем мыслить без воображения. Ну вот такая была ранняя концепция Канта. Очень интересно, между прочим. Ну, продолжаем. Разумное, диалектическое. Рассудок — это то в мысли, что отвечает в водике движения самой мысли. А с чего это? Разумное равно диалектическое. Диалектическое — это одна из разновидностей и разумного в данном случае. Почему мы абсолютизируем диалектический процесс познания над всеми прочими? Логика-рассудка называется формальная логика. Иначе говоря, наука, изучающая рассудочное мышление, есть формальная логика, которая... А у меня вопрос, когда мы делали... Да, здесь правильно, правильно. Звонов говорит о том, что наука, изучающая правила рассудка, — это формальная логика. Допустим, допустим, это так. Я здесь могу поспорить, но допустим, это так. В европейской историографии это действительно так. А как это связано с эмпиризмом, эмпирикой, опытом? Сократ — человек, все люди смертны, следовательно, Сократ смертен. А равно Б, Б равно С, А равно С. Вот где вот в этом А равно Б, Б равно С, А равно С, есть хоть вообще хоть чуть-чуть эмпиризма, хоть чуть-чуть чего-нибудь эмпирического. Я просто, я вот, я не знаю, я могу вообще здесь, не знаю, буковками просто орудовать, и это будет все равно типологично. Ну, окей. Никакая не есть философия, хотя и возникла в лоне философии еще в античности, еще в Аристоте. Что же исследует формальная логика? Рассудок. А конкретно, как должна быть организована внутри себя мысль, чтобы она не вступала в противоречия сама с собой, вне зависимости от того, о чем именно эта мысль? Это главный вопрос, на который дает ответ формальная логика. Форма рассудочного мышления, известная еще с античности, начиная еще с Аристотеля, это понятие, суждение и умозаключение. Разум же — это содержательная сторона мышления. Здесь на первый план выходит не сама мысль, а предмете, а то в этой мысли. О чем мысль? Предметное содержание мысли. Иначе говоря, в поле зрения здесь мыслимое в мысли. А какие... Ну, мне не нравится трактовка, в общем-то, Звонова, очень линейная философия, история и философия. Ну, вот тут неприятны мне такие трактовки, но это не то, чтобы его трактовка. Так что здесь Звонов не является автором концепции, он скорее ее передатчик. Многие профессора придерживаются такой трактовки. И здесь я как бы... Мое почтение Звонову за то, что он не является специалистом философии и, в принципе, вещает о таких вещах. Мое почтение, серьезное мое почтение. Но я все равно здесь не согласен. И существуют формы разумного мышления. Сюда всегда включали то, что называли законами диалектики. Это законы как мысли, как движение мысли, так и движение самого мира. Проблема заключается в том, что разум не ограничен диалектикой. Может быть, все куда сложнее. Это те законы, посредством которых мы в мысли воспроизводим саму действительность. Сюда же относили категории. Категории диалектики это формы мышления. Так почему категории именно диалектики? Опять же, когда мы говорим о разуме, все не ограничивается только одной диалектикой. Просто Гегель ограничивал. Гегель, да, с Гегелем все понятно. Если законы диалектики есть в самой действительности, все, что развивается, развивается по законам диалектики, то категории, конечно, в действительности нет. Они есть только в мышлении. Другое дело, что, будучи формами, эти формы содержательны, то есть имеют содержание. И возникает вопрос, а существуют ли какие-то формы диалектического мышления и только мышления? Да, существуют. То, что можно назвать субъектными формами разума, безусловно, существует. Это факт, интерпретация факта, унитаризация факта. А можно трактовать не самую банальную теорию познания, пожалуйста, какую-нибудь поинтересную? Идея теории. И вот именно эта страна мышления и является непосредственным предметом философии, как теории познания. Итак, что интересует философию? Возможность тождества мыслей и мыслимого в мысли предмета. Окей, пармениц, замечательно. Дело в том, что само это тождество, оно и есть соответствие знаний о мире самому миру, то есть истины. Вот поэтому философия как нау... Ну вот, видите, соответствие знаний о мире самому миру. У меня вопрос, а гриб, он в самом мире существует? Вот мы возвращаемся к теме грибов в самом начале. Были грибы. Гриб, он реально существует? Это не просто практическое знание вот этой вот игры какой-то иллюзорной, чувствительной, которую мы воспринимаем в чувстве, а не в истине. Может быть, гриб это просто, ну... Очень поверхностное нечто, не относящееся к истине напрямую. Ну, окей. Наука об истине выступает в качестве теории познания, но будучи теорией познания, она является логикой, наукой мышления, но не формальной логикой, а логикой разума или, по-другому, диалектической логикой. А теперь еще раз вся цепь рассуждений. Философия — это наука об истине, но истина процессуальна. В силу ее процессуальности для того, чтобы оправдать себя в... Давайте заново будем сейчас ГВС смотреть, вот. Логикой. А теперь еще раз вся цепь рассуждений. Поехали. Философия — это наука об истине. Нет, философия это не наука и не все философские направления работают с истиной. Повторяю, резюмируем. Но истина процессуальна. Не факт, что истина процессуальна, может быть истина абсолютно, но имеет смысл, не знаю, в рамках нашей исследовательской практики воспринимать ее процессуально. Имеет смысл, может быть просто по-другому мы не можем ее подробнее описать, может быть мы не можем ее ухватить вне процессуальности, может быть это так, может быть есть абсолютная истина. Опять же, доказать обратное невозможно, как и доказать то, что говорит Злонов. В силу ее процессуальности, для того, чтобы оправдать себя в качестве науки обыснения, философия обязана выступать в роли теории познания. Философия никогда не выступала только в виде теории познания. Никогда, там, не знаю. Ну, может быть, только у Фреоги, который занимается только логикой, может быть, он не занимался, кстати, только логикой. Хрен его знает, опять же, понимаете? Я не знаю, да вот просто философия никогда не занималась только теорией познания. Идея Фикс, теория познания становится в новое время. Действительно, есть такое. То есть, почти все философы акцентируют внимание именно на теории познания, ее разрабатывают, думают, не знаю, там, чувственность, сенсуализм разрабатывают, усложняют. Ну, как бы, лол, как бы, лол, все сложнее. Познание. Познание включает в себя чувственность и мышление. Ну, это очень стандартная модель, предложенная в Европе, и многие за ней следовали, но она очень ограничена, и даже в Европе сейчас у нас есть предположение о чем-то другом. Еще есть воображение как отдельная способность. Например, например, воображение, я в этом специализируюсь, как бы. В том числе, как с точки зрения теории познания. Ну, побольше с точки зрения антологии. Есть интуиция как альтернатива, есть вообще огромное количество альтернатив. Ну, да ладно. Философию интересует мышление. Нет, философию интересует не только мышление. Философию интересует все. Значит, философия, как теория познания, есть наука о мышлении. Философия не может быть как теория познания, потому что теория познания, ну, это очень узкая область внутри философии. И мышление не есть единственный предмет теории познания. То есть, лол. Ладно. То есть, логика. Так что философия есть логика, но логика не есть философия, потому что есть разные виды логики. Есть логика формальная. Ну, формальная логика это тоже отрасль философии. Логика-рассудка, а есть логика разума или диалектическая логика. Так вот, диалектическая логика совпадает по своему предмету с философией. Нет. У философии нет предмета. Эх, звонов-звонов. А надо всего-то почитать немножко учебник по истории философии и понять, что у философии на самом деле нет единого предмета и все. У философии много предметов. Философия не изучает ничего конкретного. То есть, это не наука, посвященная исследованию природы. Это не наука, посвященная исследованию вещества. Это не наука, посвященная исследованию жизни. Нет. У философии нет предмета. Философия создает предметы исследования. Философия может избрать любой предмет исследования. Вообще абсолютно любой. Она не ограничена в выборе предметов исследования. А также не ограничено в выборе методов исследования. Философским методом исследования может стать любой метод. Как ни странно. Философия и есть диалектическая логика. Диалектическая логика есть лишь... Не знаю, как это даже выразить. Короче, это метод, диалектическая логика, это один из философских методов, который свойственен лишь некоторым группам философов, вроде Гегеля, гегельянцев, и то вроде даже уже не совсем всех гегельянцев, марксистов. И это, конечно, это еще не все, но в основном только им. Ну не только им, опять же, в основном им, но это еще не все. Некоторые тоже используют диалектическую логику. Некоторые, да. Сартер там, например. Хотя он отчасти марксист, но да ладно. Что на есть в качестве диалектической логики? Исследование и изучение самой возможности обретения тождества мысли и мыслимого в этой мысли. Проблема заключается, опять же, в том, что Гегель уже все сделал. Он как бы сказал, все, ребят, я постиг истину. Иначе говоря, законы мира и законы мышления о мире совпадают. И совпадая образуют предметы. А как мы докажем, что они совпадают? А будут аргументы в пользу того, что они совпадают, как бы. Ну то есть, ну совпадают и совпадают? Ну, по-моему, нет. Нет, философия. Вот это совпадение мира и мысли о мире, это и есть главное, что интересует философию. Самая возможность этого совпадения. Мы мысли не... Так, совпадает-то или не совпадает? На самом деле, опять же, нет. Но совпадает или не совпадает? Ясус Убибу, 30 рублей. Привет, что думаешь о Тони Робинсе и его книгах? И почему люди отдают такие деньги за его лекции? Я впервые слышу, кто такой Тони Робинс. Спасибо за 30 рублей. И как бы... Мир по законам самого мира. И только в этом случае... Ну, а аргументы мне не то, чтобы нужны. Но просто понимаете, в чем дело? Свонов это уже... Смотрите. Сколько поколений гигелианцев там и марксистов уже существует? Большое количество. Уже несколько поколений. Неплохо бы вот этому, не знаю, сообществу накопить наконец-то уже себе, не знаю, интеллектуального багажа такого для аргументов. В пользу тех или иных позиций. Просто это не философия. То есть, нет. Я про то, что именно сами аргументы, это все еще не философия. То есть, тезисы это философия, прежде всего. Какие-то уникальные, оригинальные тезисы. И системы. Системы тезисов, прежде всего. Но вот уже, знаете, через несколько столетий, даже несколько, наверное, столетий, почти два уже, через такое большое количество времени уже не накопить на багаж таких мощных аргументов поддержку таких вроде бы, знаете, очевидных тезисов, которые чаще всего подвергаются критике. Ну, можно было бы, знаете, попробовать. Ну, да ладно. Переходим к истине. А теперь задумайтесь. Для того, чтобы получить истину о предмете, нужно помыслить этот предмет по тем законам, по которым он существует объективно. Но мы не знаем эти законы, по которым он существует объективно, и не знаем, существует ли он объективно вообще. Особенно, когда речь идет об истине. Не по законам мысли, а по законам его существования в действительности. Мы не знаем, можем ли мы мыслью вообще отразить объективные законы. Мы не знаем, можем ли мы это сделать или не можем. Мы можем верить в то, что мы можем. Вот это то, что мысли и мысли мало мысли непосредственный предмет философии. Нет. Таким образом. Просто нет, как бы, без аргументов, нет. Открываем учебник по истории философии любой и смотрим, что исследуют философы. И кто исследует что-то такое, это там Гегель, Маркс и там вот что-то такое, вот, приблизительно. Философия только и может осуществлять себя в качестве теории познания, массеологии. Нет. Но дело в том, что философия исследует мышление, и нужно иметь в виду одну важную... Исследует, но это не единственный предмет ее исследования. ...обстоятельства. Любая человеческая мысль интенциональна. Да. Ну, типа, ну, не знаю, так это или не так, но похоже на право. Значит, направлена на. Не может быть просто мысль. Всякая ваша мысль есть мысль о чем-то. Мысль о. Вот эта направленность мысля на предмет и есть интенциональность. И философия, исследуя мышление, обязана эту интенциональность, то есть то, о чем мыслится, учитывать. Иначе она будет формальной логикой, а не диалектической. К чему обязывает признание интенционального характера мышления? Всякая мысль предметна. А при чем здесь резюмирование, если он сейчас не резюмирует, а про интенциональность беседы? Что в пределе может быть предмет мысли? Каково ее предельно возможное мысленное содержание? Весь мир. По идее, вы можете побыслить все, что угодно в этом мире. Весь мир. Вообще. Можем ли? А значит, отвечая на вопрос, что есть истина об истине, философия в силу интенциональности мышления, тем самым тут же дает ответ на вопрос о том, что есть истина о самом мире. То есть, будучи гносеологией, теорией, познания, она тут же выступает в роли антологии, то есть... ...учений об итии, учений о сущем. Кстати говоря, если вы возьмете учебники, особенно последних лет, вы там увидите очевидную логическую несостыковку, когда определяют философию примерно так. Философия включает в себя, а дальше перечисление через запятую. Антологию, гносеологию и так далее. Это полная глупость. Дело в том, что... Ну, если это полная глупость, окей, хорошо, хорошо, ладно, принято, это полная глупость. А почему? Что, перечислить? Через запятую можно только рядом положенные вещи, разные вещи. Я могу через запятую перечислить. У меня на столе стоит монитор. Антология — это дисциплина, посвященная бытию. Она не всегда связана с логикой. Она не всегда связана с диалектической логикой. Ну, в марксизме — окей, окей, да, в гигельянстве — окей, в бытие есть логика, да, так и есть. Просто диалектическая логика — это и есть определенные законы бытия этого мира, это самое фундаментальное основание этого мира, да, окей, да, так и есть. Ну, это одно учение из огромного количества, лол, кек, чебурек, да что ты идешь, ну лол, ну серьезно, что ли? Понятное дело, что не все люди, занимающиеся философией, марксисты и гигельянцы. Ну, ну, ну лол. Ладно. Мышка, клавиатура — в силу того, что это разные вещи. Философия и дело обстоит иначе. Она потому и есть антология, что она гносиология. То есть это не разные вещи, это одно и то же. А значит, через запятую перечислить нельзя. В этом и заключаются две важнейшие познавательные роли философии. Быть теорией познания и быть учением обытии, осущим. В качестве учения обытии, осущим, разумеется, философия формирует фундамент. Так о бытии или осущем? Ну, то есть опять, что за хуйня? То есть в некоторых учениях бытие и сущие различаются. Ну, ладно. Мировоззрение. То есть общего взгляда на мир как целое. Возникает вопрос. А каково место философии среди прошлых наук? Очень часто возникает соблазн сказать о том, что философия, дескать, есть некая наука всех наук, или через метафоры царица всех наук. Точнее, метафорика в науке, вообще-то говоря, хорошей службы не сослужит. Необходимо фиксировать реальность через понятия. Фиксировать реальность через метафоры – это все-таки дело художественного творчества, искусства, а не науки. Если вам доктор поставит диагноз в метафорах, отчего именно? Какую нахер фиксировать реальность через метафоры? Боже мой. В смысле у искусства цель фиксировать реальность через метафоры? Серьезно? Цель искусства. Прямо цель искусства. Вот больше никаких целей у искусства нет. И все произведения искусства на этом базируются. Окей, круто. Именно вас лечить не станет понятней. Каков действительный статус философии в ряду всех прочих наук? Здесь можно визуализировать. Существует весь возможный круг научных знаний. И мы с вами четко можем сказать, что здесь предмет физики, здесь химии. А где же философия? Дело в том, что всякая наука обязана строго указывать предмет своего изучения. Не может быть беспредметной науки. Любая наука совершит... Да, а у философии нет какого-то единого предмета. Он не может быть указан, потому что разные представители разных философских школ исследовали разные вещи. Поэтому философия не является наукой. Все. Окей. Совершенно четко определяет тот фрагмент действительности, который она собирается исследовать. Законы, которые она пытается открыть. Так вот, не может быть двух наук с одним предметом. Если существует две области знаний, которые в одинаковой степени претендуют на научный статус, но при этом они обе указывают на один и тот же фрагмент реальности, который они изучают. Одна из них с необходимостью не наука, а уже наука. Маскирует себя под науку, но таковой не является. Если мы скажем, что философия объемлет собой все другие науки, то либо философия подменяет собой все остальные науки, и все они не имеют права на существование, а должна быть одна лишь философия. Либо философия не имеет права на существование, а дал... Ну, науки есть просто философия. То есть, для многих людей может быть оказаться сюрпризом, что наука сама по себе не есть какая-то отдельная субстанция, вот в вакууме возникшая, ни с какой философией. Просто всегда были науки, и только науки, и все было круто, а потом появились философии, которые начали изучать мышление. Нет, просто научный метод и научная философия выделились из вообще всей философии. И всё. И это нормально. Не философия — это наука, а наука — это философия, одна из философий. Вот всё. Все парадоксы только что были как бы разгромлены. Должны существовать только конкретные науки. Так что философия — это просто отдельно существующая наука. Со своим строго определенным предметом. И в этом смысле она точно такая же наука, как любая другая. Просто для других наук истина есть цель. А для философии истина не только цель, но и предмет. Но философия предметно определена? Да. А это основание, чтобы выделить для неё отдельный сегмент научного знания. Другое дело, что изучая эту самую истину в качестве предмета и в качестве цели, философия оказывается полезна и в том числе для других наук. В чём же эта польза заключается? В том, что она обнаруживает те самые методы, пути, способы продвижения мысли к истине. Такие способы мышления, которые с большей вероятностью приведут к истине, нежели в том случае, если вы не будете этими способами пользоваться. То есть философия выступает как всеобщая методология мышления, тем самым и делает полезное дело для всех других наук. Всеобщая методология мышления? Окей, иногда это так, но не всегда тоже. Опять же. Ладно. Но сама при этом никакой наукой наук не является, как и не является наукой обо всем на свете. Запомните, никакой науки обо всем на свете нет и быть не может. Она просто никому нахер не нужна. Вот эта методологическая функция философии часто неправильно истолковывается. Будь-то философия наука всех наук. Это не так. Просто у философии есть дополнительная функция. Она всеобщая методология. Специалист любого профиля всегда пытается осмыслить тот конкретный фактический материал в своей области, с которым он имеет дело. А для этого нужен определенный инструментарий. Так вот, философии показывают те методы, которыми это делается. И поэтому философию читают, вернее, читают, на всех факультетах, во всех вузах. Потому что она выступает как всеобщая методология мышления для тех, кому хватает ума и усидчивости для ее освоения. Ну а для недоумков и обывателей существует философия в самых безумных ее вариациях. На любой вкус. Одна часть недоумков занимается критикой философии, повышая себе часть своей репутации в своей сектах. А другая часть занимается активным восхвалением всякого философского трэша, смысл которого заключается чаще всего в том, что его можно очень удобно использовать для обоснования любой понравившейся позиции со вполне себе умным видом. Специальная олимпиада, как она есть. Даже если победил, ты все равно дебил. Ну все, мы посмотрели Петрозвонова слитно, скажем. А теперь посмотрим, в каких условиях живет убермаргинал.